Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. Сегодня я хочу вам рассказать, как в 2019 году я попал в Макиту. Я, можно сказать, только устроился работать в сервис и директор как раз организовывал поездку в головной офис Макиты. Я в то время еще не был видеоблогером таким, сильно не увлекался ютюбом. Были некоторые ролики, поэтому видео особо я там не поснимал, но сделал очень много фотографий, которые я сейчас вам и покажу. Головной офис раньше находился по улице Пермская, дом 1. Это строение Колос называлось. Колос это не хлебозавод, это, короче, там сдают они складские помещения. И, как я понял, Макита там снимала свои, как бы, офисы и сервисный центр там был. И плюс, ко всему, кто не знает, недавно у Макиты открылся демо-рум. Так вот, этот демо-рум вообще существовал еще давно. Он как раз находился по улице Пермская, дом 1. И мне тоже удалось туда попасть. В этом демо-руме как раз был и лекционный зал. Нас вот провели туда, сразу, не знаю зачем-то, не помню почему, дали вот эту УШМ-ку 518-ю. Подарили вот рюкзачки такие. Сразу же при входе разбежались глаза, потому что было очень много представлено, буквально все разнообразие оснастки и инструмента Макита. Сразу же все начали делать фотографии, которые вы сейчас видите на экранах. То есть, там был представлен такой инструмент, который даже нельзя было купить. То есть, он не продавался нигде. Очень редкие экземпляры. То есть, увидеть это было, как бы, очень интересно. Произвело очень большое впечатление. На это я сфотографировался на входе. Вот она вывеска сервисного центра. Пояса разгрузочные здесь представлены, которые я видел только на картинках в интернете. Большие вот отбойные молотки стоят. Зал очень огромный. Как вы видите, тут фильтры разные, шлифовальные машинки. Здесь я не знаю, что это такое. Триммеры. Электрические, бензиновые. Это измельчитель. Сзади газонокосилки. Кстати, тут даже была представлена газонокосилка на четырех аккумуляторах, которая на то время еще даже не была анонсирована. По-моему, она только сертификацию проходила. Вот здесь полировалка аккумуляторная, которая тоже недавно только анонсировалась. Там она уже лежала в девятнадцатом году. То есть, очень много инструмента, который ты даже не ожидал там увидеть. Вот это вибратор для трамбовки бетона. Ну и потом нам прочитали лекцию на тему садового инструмента. Про различные аккумуляторные пилы. Вот я тут сделал несколько фотографий, таких интересных, где рассказано, что аккумуляторный инструмент экономит ваши средства и насколько это выгоднее, чем бензиновый. Ну, после лекции нам подарили сертификат. Правда, сделали ошибки в моих инициалах. После они переделали. А это вот коронки для алмазного бурения. Чашки различные. Это сверла. То есть, сейчас тут будут представлены наборы различные. Такие наборы сейчас вот и в нашем магазине есть в продаже. Можно и под заказ заказать. Вот здесь оснастка для перфораторов, для SDS Max перфораторов. То есть, буры различные. Сверла. Это головки для винтовертов. Ударные. Еще головки для импактов различных. А вот пневматический инструмент. Гвозди, который тоже у нас, по-моему, не продается вообще. А это саморезы ленточные для ленточных чуруповертов. Биты различные в наборах. То есть, представлено было все-все-все. А вот это газонокосилка на 4 аккумулятора. Вот они стоят. Таких я... Реально, я такие видел только на картинках. А здесь мне вот даже удалось их пощупать, так сказать. Ну, вот этот надувной шуруповерт, который сейчас имеется и в новом демозале. И потом мы вот попали в сервисный центр. Официальный сервисный центр Makita. Это здесь, значит, стеллажи приемка инструмента, я так понимаю, лежит. Или на выдачу, или на приемку. Чем отличается сервисный центр официальный от авторизованного, хочу сказать. В официальном сервисном центре представлен весь профессиональный инструмент, который должен использоваться для разборки и сборки инструмента Makita. В авторизованных сервисных центрах такой инструмент не весь может быть представлен. Да, можно работать и без такого инструмента, в принципе. Но для более легкой разборки и сборки, и быстрой, конечно, необходимо иметь официальный этот инструмент. Но стоит он просто неимоверных иногда денег. И не каждый сервис может позволить приобрести такие вещи. Вот, например, мойка стоит для инструмента. Ну, мойку такую приобрести можно. Правда, именно такая стоит 450 тысяч. Я вот сейчас смотрел цены в интернете. То есть, это ручная мойка, но при этом она моет под высоким давлением. Компания Magido, это, по-моему, итальянская. Ну, эта мойка у них в отдельной комнатке находится. Здесь вот и точильный станок. А это рабочее место. Вот эти съемники. Это съемники чисто японские. Ну, слева, я думаю, ключи обычные с пассатижами. Хотя отвертки вот там с деревянными ручками, возможно, были и японские. Это продувочный шкаф. То есть, снизу вытяжка находится и сверху. И компрессором ты сдуваешь и мусор, и после мойки обдуваешь, чтобы запчасти высохли. Это вытяжка, как сделано. То есть, сделано там, в принципе, все на таком высоком уровне. Это не знаю для чего. Здесь воздуходовка лежит с УШМ. Ну, не знаю, чтобы сдуть что-то, возможно, отпилить, подточить. Это проверять перфораторы. То есть, бордюр лежит. Металлическая какая-то пластина. Тиски. Тиски это неотъемлемая часть любого сервиса. Ну, стандартное рабочее место. Шуруповерты, кстати, у нас старые стоят. Ну, различные ключи, съемники, отвертки и прочее. А вот эти самые съемники подшипников, которые стоят немалых денег. Это чисто японские съемники. Такой вот съемник приблизительно стоит в районе 15 тысяч рублей. Это там, как говорится, Книпикс отдыхает. Это компания KTC сделана в Японии. И вот так они выглядят. Вот таких съемников мне не хватает. Не знаю, хочу такие. Все инструменты, которые специализированы, они конкретно указаны, имеют свой номер. И есть инструкции по разбору и сбору инструмента. И, например, берется модель инструмента, открывается к ней инструкция по разборке и сборке. И в начале инструкции указан инструмент, который необходим для работы с этой моделью конкретной. И ты просто выбираешь себе данный инструмент и производишь ремонт. Ну, это тестеры различных аккумуляторов. Это зарядка двойная. А это тестер электрический. Тут можно померить напряжение, ток. Тоже махитовский. Ну, здесь уже розетки, я так понимаю, наши и просто прицепили европейские. Это BTC04, тестер аккумуляторов, который есть в каждом сервисе сегодня. Это роторы проверять. Здесь еще тестер. Это балансировка роторов. Было прибор проверять. А это конкретно проверять роторы на межвитковое замыкание. Здесь мы видим подставку, подъемник для газонокосилок, для крупного инструмента. А это мойка для рук бесконтактная. То есть руки поднес, вода сама льется, само мыло льется. И рядом висит фотография, типа как, чтобы место в чистоте держали. Ну, в принципе, на этом и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.